После того, как я побывала в отеле Alila в Омане, я очень сильно проникла с этим брендом, его философией, его историей. И сегодня мы заселяемся в отеле Alila на Мальдивах. Это новый отель, открытый в 2022 году. И я буду вам рассказывать о его ценностях, о его ценностях, о его истории, о том, какой он. Это все очень важно. Отель совершенно не массовый, очень красивый. И сейчас мы находимся на Бич-Вилле. Все виллы тут с бассейнами. Это очень красиво. Пожалуйста, приготовьтесь, затаите дыхание, я вам ее покажу. Обзор вилла. Давайте начнем с общего вилла, так сказать. Вилла, Бич-Вилла, состоит из двух комнат. Это одна из комнат, это гостиная. Пригодительные поставили шампанское, фрукты. Отель очень степенинный. И в нем, прям, когда вы скупаете на землю, на пляже, вы сразу чувствуете уровень. Пожалуйста, тут значит, что у нас телевизор, современный. Все мель, но при этом дерево, классика такая, там, ладийская. Отель работает на фулл-борде максимум, тепло-чего здесь нету. Но вот это все бесплатно, естественно, вода, кофе в капсульных кофемашинах. За то вкладку можете воспользоваться мини-баром. И также вот здесь чашечки, посуда, орешки. Давайте пройдемся с вами в спальную зону. В нашем отеле посмотрите, какие прекрасные ангра, какие прекрасные белые, светлые стены, прекрасное дерево, ничего не похожа, но все свежее, современное. И обратите внимание, мы сейчас с вами будем на улице, здесь полная приватность. Густые, зеленые, заросли по бокам. То есть тут не то, чтобы приватность в кавычках, а полная приватность. Давайте с вами пройдем. Тут еще один телевизор, зеркало, ванная калата, тапочки. А это ванная комната. Я думаю, прекрасно. Как вам? Ванная, тропический душ. Вот если мы посмотрим сюда, тут санузел, кавалит, метаса. Красная. Такие раковины. Косметика. Если вы смотрели мое прошлое видео про Алила, Хинобэй, Замана, вы знаете, что во всех отелях Алила, косметика, которая называется Алила Ливинг, она производится на Бали. И вообще бренд Алила, он с Бали. То есть я думаю, какой уровень здесь запахов, релакса, обслуживания и косметики, можно себе представить. Пойдемте выйдем к бассейну. Песок, просто мука. Пойдемте посмотрим море. Все же на Мальзиву приезжают за морем. Глубина хорошая. То есть нет у меня у кого это попробовать. Прекая коралла на входе, зато вокруг есть коралловый риф. Можно поплавать. И так вот здесь у меня официальный остров отеля Алила. Я вам его тоже покажу. И туда вложим гостей на конце. По правой рукой от меня. Вот и у меня все они, как я и сказала, с бассейнами. Зато посмотрите, какая потрясающая приватность. Чтобы вам лучше спалось. Отель предоставляет спрей для более глубокого сна на травах. Сделан он, конечно, на пале, в Индонезии, как я и сказала. Только представьте, присыпаться. Такие прекрасные виды. Вы можете на своей вилле. Ну что, дорогие друзья, судьба была сегодня так благослована, что я вам сегодня также покажу оперу-виллу в Алиле. Пойдемте. Эти виллы меньше, чем бич-виллы. Но я вам скажу честно, мне кажется, что они прекрасные. Посмотрите на это. Полностью панорамный вид. На океаны, на диске океанов. Видите бассейн только в вашем распоряжении. Камак, который также создан только для вас. Для ваших фотографий. Для ваших локаций. Кстати, тут есть вход в ванную комнату. Мы просто ее не открыли еще с той стороны. Пойдемте посмотрим. Вы можете выйти прямо из нее. Прекрасное качество вообще всего. То есть вы тут идете, у вас все светлое. Не в мальдивианском стиле, таком традиционном, а в достаточно современном и нейтральном. Тут у нас, соответственно, санузел. Гардеробная. Где у нас и халаты находятся. Вот сюда, все. И посмотрите, пожалуйста, сначала сюда. Секундочку вот сюда. И потом, конечно же, ванная. И, естественно, поскольку у нас, как я вам сказала, бренд с ванной, тут есть прекрасное и масло для ванны, и соль для ванны органическая. Посмотрите, пожалуйста, это тоже тут все есть. Вас не оставляют наедине с ванной комнатой, не говорят делать, что хотите. Ну и океан, конечно. Это то, что вы себе представляете, когда говорите о Мальдивах. Многие люди привыкли брать то, что им дают. Вот такое-то у них море. А в Турции, условно, и все. А на Мальдивах вы можете еще характеристики пляжа вообще-то выбрать. Какое вы хотите, чтобы море плескалось прямо у ваших ног, как у этой вилле, да, вот оно. Либо вы хотите широкий кусок пляжа, как там. Все это возможно выбрать. Вы просто одни в целом мире, посмотрите. Очень красиво. По пляжным виллам, конечно, нужно выбирать. Очень разный заход в море у пляжных вилл. За их одинаковую стоимость надо сдать номера. Но не забываем, что это природа, и все меняется. Смотрите, как тут широко, и как я вам до этого показывала, близко море. Давайте прогуляемся по острову. Это главный ресторан и бар отеля Алила. Здесь очень спокойно, прекрасное обслуживание, прекрасные напитки. Посмотрите, это, кстати, снято в разгар дня. Как правило, народ здесь нигде нет, и вообще вы можете никого не встретить в нем. Очень прекрасная комната, которая называется библиотекой. Здесь можно писать книги, поиграть в шахматы. Можно спокойно поработать. И здесь же недалеко находится освежающий бар. В любом отеле Мальдив вы найдете дайвинг-центр и спа-центр. Алила, конечно, не исключение. Для детей здесь достаточно маленькая инфраструктура, вот что-то типа детской комнаты. Отель все-таки больше ориентирован на романтичный отдых, как мне показалось. И дайвинг-центр здесь шикарный. Кстати, для тех, кто не хочет дайвить сам, можно виртуально поддайвить. В том числе вы увидели сейчас бильярдную. А давайте теперь я вам покажу спа. Он здесь великолепный. Достаточный фитнес-центр с какими-то базовыми тренажерами, со свободными весами, пиковой дорожкой вы встретите. Но мы с вами сейчас поднимемся в спа, потому что он находится на вершине. И это очень красивая история. А вот вечером мы уже с вами валили. И сможем встретить других постояльцев, если вы захотите. Проходят периодические вечеринки с диджеями, коктейльные вечеринки, где менеджмент приветствует гостей, комплиментарные. Очень хорошая атмосфера, чтобы пообщаться, насладиться закатом. И приготовиться к ужину. В эту поездку я была на четырех островах Мальдивских. И самое большое впечатление на меня произвел именно азиатский ресторан в отеле Алила. На ужин я рекомендую идти именно сюда. Это было просто превосходно. Обслуживание, еда, качество еды. Все, подачи. Была японская кухня, которая была действительно японская. Шеф очень сильно постарался. А раз уж мы заговорили о еде, то если вы не знали, расскажу, что Балили. В концепции нет шведского стола как такового. Но вот на завтрак они сервируют немного шведского стола с закуски, где вы можете какие-то взять. Но основные блюда, они все равно подаются вам а-ля карта, готовятся для вас. Вы просто говорите, что вы хотите, вам это приносит. А сейчас я вам покажу еще одну фишку острова Алила. Это еще один необитаемый остров, где находится у нас бар, ресторан. И вообще ощущение, что вы как будто бы среди океана на небольшом клочке земли, как Робинзон Крузо. Очень красивая история. Особенно рекомендую ее для романтического ужина, для особенного вечера. Сейчас мы находимся на песчаной косе отеля Алила, которая находится в пяти минутах на лодочке от основного острова. Это очень красивое, впечатляющее зрелище. Тут маленький, платья в песочках, и вы можете посидеть в паре, ресторан, и мы все в мигрируем, поэтому в очень некоторое время касса уже будет там. Они сейчас ее оборудуют точно на 3-2 года. Если вы хотите быть в этом месте, это обязательно относительно к тому, что у меня, конечно, произвело очень большое впечатление, насколько прекрасно наша планета. Это очень красиво. Я надеюсь, что хоть немного удалось передать атмосферу этого прекрасного отеля. Он мне очень сильно понравился, в нем достаточно нюансов, но, однако, он очаровательный, и я приглашаю вас к нам в агентство за консультации, за бронирование по лучшим ценам, если вы тоже хотите в этот отель. С вами была Мария Влинова, эксперт по красивому. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик и подписываться. Кстати, по QR-коду на вашем экране вы можете найти меня в Инстаграм. Я желаю вам прекрасных путешествий. Конечно же, с нами!